Покинем 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 Встречу шагнёт Новый год. В этот звёздный час прошлое легко от нас умчиться. Мы поверим в то, что желанием суждено свершиться. Ветер в танце закружит вместе с нами. Звон летящих нот целый мир под Новый год украсит. Радостно помчит и охотно пригласит На праздник ровно в полночь В самый сказочный час. Скоро где-то там распахнётся нам ночь безбрежная, А мотив простой озарит мечтой и надеждою бесконечный Пронзит небо свой наш полёт. В сумраке ночном землю обогнём И окажемся в городе своём, где светя огнём Шумно-сказочно нам Навстречу шагнёт Новый год. Дорогие друзья, ещё одна история любви. Да к тому же под Новый год, когда случаются самые неожиданные вещи. Впрочем, расскажем всё по порядку. Что это такое? Что? Что? Вы что не видите, куда вы едете? Ну там светофор был. Но вы же не на велосипеде в конструкции. Я на велосипеде, это как вам не стыдно вообще. Вы такой огромный момент. Лучше вы сели на велосипеде. Вам нужно прощать такую маленькую. Купили права? Ну зачем? Зачем садиться за руль? Барышня. Ну вот такое вообще начинается. Ну посмотрите. Ну смотрите, нравится? Господи боже мой. Да и не хочу с вами разговаривать. Фантастика какая. Вы меня весь день испортили. Спасибо. Наша героиня, Ольга, скромный труженик на Неве просвещения. Редактирует книги. Конечно, столь нужные нашему читающему народу. Когда-то она сама хотела сочинять романы о нелёгкой женской доле. А нынче кто только не пишет дамских романов. И Ольга решила остаться читателем. Вы что, меня преследуете? Да, ну конечно. Весь день только об этом и мечтаю. Ой, ну идите же уже, господи. Спасибо. Вам какой? Слава Богу, нам не по пути. Да уж, у нас с вами разные дороги. Угу. Да, хорошо. Угу. Ну сделаем, конечно. С главным редактором Степаном Игнатьичем их, похоже, связывают не только служебные отношения. Все договорились. Ну не будем слишком строги. Все, удачи. У каждого есть что вспомнить. Ну привет. Привет. Солнце моё. Привет. А чё так нагрузилась? Подарки купила своим авторам к Новому году. Да? Да, уже. Не рано? Нет. Ты же знаешь, я в ППХ подарки выбирать не люблю. Ага. А это кому? А, это Козлову. Козлову? Угу. А, Козлову можно, да. Он же нам такой доптираж в этом месяце сделал. Альгунь, у меня к тебе есть. Садись. Нам? Важный, я бы даже сказал, коммерческий разговор. Да, какой? Ты слышала про Владимира Андреевича Соколова? Это, кажется, пластический хирург? Это лучший в городе пластический хирург. Ты знаешь, какой у него рейтинг? Что-то не поняла. Где у него рейтинг? По жизни, Олюшка. По жизни. Ну а мы-то тут при чём? Потому что это медицинское светило принесло нам свой опус. Нет, Стёпа. Даже о ней по России. Оля. У меня и так десять книг висит, а ты мне хочешь подсунуть этого новоявленного гения. Ты из любого гения сделаешь конфеты? Нет, нет, нет. Я не возьмусь. Оля, ну, ну подожди. Ну подожди, подожди. Ты пойми, я уже провёл маркетинговое исследование. И если мы с тобой успеем эту книгу выпустить к Новому году, ну, в общем, ну я уже её продал. Куда? Куда-куда? В Марокко. Ну? Нет, нет, Стёпа. В Марокко, не Марокко. Новый год скоро. Дел полно, заработок сколько работы. Солнышко, ну? Ну подожди, подожди. Ну, дорогая, ну ты же справишься. Ну, а я тебе премию выпишу. Большую-большую. Премию – это хорошо. У Машки одни двойки по физике. Вот. Скоро полугодовая контрольная. Не знаю, как написать её будет. Хоть бы три получила. Ну? Вообще, на что делать с этой физикой? Надо. Так вот, давай мы вместе с тобой сделаем и с этой физикой, и ты отредактируешь эту книгу, и мы с тобой нанимаем ей репетитора, и всё. Думаешь? Уверен. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Где твой гений? Оль, это как бы уже не мой гений. Это твой гений. Я думаю, что ждёт тебя у твоего кабинета. Так что давай, работай. Ладно. Пойду зарабатывать премию. Здравствуйте. Здравствуйте. О, какие подарки. Да. Я вчера отчёты смотрел. Цифры, счета не сходятся. Ну, ей-богу, нарочно не придумаешь. Вы и есть Соколов? Собственной персоной. Проходите. Владимир, столь экстремально вошедший в нашу историю, владеет тайнами красоты и хочет сделать всех женщин прекрасными. Господи, ну конечно. Присаживайтесь. Благодарю. Вы распечатали руку пись? Насколько я понимаю, ваша книга о пластической хирургии? Да. Отчасти. В основном это размышления о женской психологии. Что вы говорите? Вы так хорошо разбираетесь в женщинах? Лучше, чем вы можете себе это представить. Мужчины любят глазами. Женщина должна принимать это как данность, а не воспринимать уход мужчины и красивые соперницы как личное оскорбление. Потрясающе. И нового я от вас и не ожидала. Ольга Николаевна, срочно надо подписать. Уважаемый Владимир Андреевич, кажется, да? Не ошибаюсь? Он сам. Получается, что если женщина не модельной внешности, не модельной комплекции, ей нужно либо сразу удавиться, либо идти к вам приводить себя в порядок. Но вообще приводить себя в порядок, даже изредка, это правильно. А когда дама забывает об этом, это не очень приятное зрелище. Ну, что-то не так? Да, судя по первым абзацам, вы не толстой. Нет. Ну что ж, может мне обратиться в другую редакцию? Как вам будет угодно. Вот и прекрасно. Ну что ж, всего хорошего. Ольга, как вас там? Николаевна. Николаевна, замечательно. У меня это ваше. Да, благодарю. Скажу честно, знакомство с вами было не очень приятным. Взаимно. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Ну что, уже пообщались? Тогда подписываем договорчик. Не волнуйтесь так, выпейте воды. Вася ушел. Мой Вася ушел. Ну, как теперь быть? Тридцать лет прожили. Понимаю. Сказал, что на меня без слез смотреть нельзя. Привет. Привет. У себя? Да, только у него посетительница. Угу. Давно? Да уже с полчаса сидит. Владимир Андреевич не любит, когда курит в приемной. Да ладно, не бойся. Скажешь, что я курил, он простит. Лучше все-таки не курить. Ну, ладно. Подождем. Лариса, подруга Владимира. Сравнительно юная искательница, благополучие и счастье. Если и нуждается в услугах нашего героя, то отнюдь не хирургических. Валентин Павловна, успокойтесь, ради Бога. Я прошу вас. Давайте для начала обследуемся, а уж потом посмотрим, как мы будем делать из вас красавицы. А очередь у вас большая. Не волнуйтесь. Я сделаю для вас исключение. Не переживайте, все будет хорошо. Я обещаю. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Замучили нашего чудо-доктора. Да, есть чуть-чуть есть. Ну и что, у нее? Ну что-что. Классический случай. Бросил муж, на работе молодежь поджимает. Ну-ну-ну, куда-куда-куда, ну? Ну ладно, ладно. Тогда сюда. Какая безобразница. И ты ее последняя надежда. Да, представь себе, я ее последняя надежда. Ведь ей идти некуда. Сейчас изменим тебе уровень мозга. Ну, это очень мало. У меня больше. Я за тебя рад. Не понимаю, почему ты возишься с этими старухами? Ну, какая она старуха? Ей где-то около пятидесяти, и у нее еще все может быть. Только не вижу, какой смысл. Денег с нее по виду-то не возьмешь. Ларочка, Ларочка, послушай меня. А времени потратишь кучу. Ты все равно не поймешь. Оп! Спасибо. Что-то сегодня ты у меня припозднилась. Да, работы много. Машка с классом уехала на экскурсию, так что торопиться некуда. На долго? На два дня. Тогда я приглашаю тебя на выставку. Ух ты. Точно. Серьезно? Угу. Какая прелесть. А что наврешь дома? Ну, во-первых, я никогда не вру. Ну, почти. А во-вторых, Мила с Антошкой уехали к бабушке. Так что мы гуляем. А сегодня? Сможешь вырваться? Ну, но сегодня, наверное, нет. А я приготовлю твои любимые котлеты. Соблазняешь? Почти. Ну, тогда мне будет трудно бороться с искушением. У тебя что-то важное? Угадай. Ой, избавь меня. Не буду гадать. Ну, во сколько мы сегодня встречаемся, ладно. Солнышко, сегодня не получится. Такой суматушный день, потом эта авария. Редакторши, ой. Потом я так устал, хочу побыть один. Ну что, что? Вообще-то у меня сегодня день рождения. Господи, лапочка. Девочка моя, ну, прости, 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 прости. Ну, закрутился, закрутился. Как можно было забыть? Все, сегодняшний вечер весь твой. Обещаю. Ну, запиши в календарь, если не помнишь. Хорошо. И подарочки готовь. Обязательно. Привет, подруга. Ирина частенько становится жертвой коварных мужчин, которым она столь опрометчиво дарит свое расположение. Впрочем, друзья, кто из нас не ошибался? Дневник ведешь? Как какой? Сколько съела за день? А когда собираешься? Когда петух жареный клюнет, тогда уже поздно будет. Пусти. 48 размер критический рубеж. Займись собой. Смени прическу, костюм. А то ходишь, как я не знаю кто. Ир, ко мне этот Степан должен прийти. Все замолкаю. Степану привет. Кстати, пусть замок починит. А то замуруешь его у себя навеки вечное. Хорошо. Пока. Курица. Степушка, ты Фашу прогрузил? Алло? Алло? Ты молча. С днем рождения тебе, солнышко! Спасибо. Что-то не так? Ты что? Ну, что такое? Это совсем не мой запах. Малыш, ну, ты же знаешь, что я не умею выбирать подарки. И потом, Ларочка, ты бы сэкономила мне кучу времени, поверь, если б ты мне сказала конкретно, что ты хочешь. Я же тебе говорила. Я забыл. Напомнила бы. Я хотела шубку. И я тебе ее даже показывала. И, между прочим, ты обещал мне ее подарить. Милая, никаких проблем. Обещал, значит, подарю тебе шубку. Ну, что ты? Не волнуйся. Ну, прости. Прости. Ну, и куда мы с тобой поедем на Новый год? Знаешь, я об этом еще не думал. И потом Новый год. Это семейный праздник. Правда? Я еду к маме. Ну, может быть, пришло время вместе съездить к твоей маме? Ну, что ты? Да. Ну, что ты? Ну, что ты? Ну, что ты? У-у-у! У-у! мир держится на любви и справедливости. Теперь, когда ты не будешь так занят… Мама, к чему ты сейчас клонишь? Может быть, ты задумаешься о себе? У тебя нет жены. Мама, только не начинай. Нет детей. Что тебя ждёт в будущем? А что у меня впереди? Болезни и смерти? Тебе Лариса нравится? Ты собираешься на ней жениться? Да нет, конечно. Об этом не может быть и речи. Я не понимаю, почему ты вообще с этой женщиной? Ты же её не любишь. Ой, мам, прошу, избавь меня от этих слов. Их нет в моём лексиконе – любишь, не любишь. Лариса меня устраивает на сто процентов. И потом мне просто приятно, что рядом со мной красивая особь женского пола. Мама, что тут непонятного? Какой ужас. Ой, тебя люблю. Только тебя. Володя, ну что с тобой происходит? Господи боже мой. Когда ты так очерствел? Ну что когда? Ты не помнишь моё состояние, когда я был влюблён, как идиот? Мам, ты что, хочешь опять повторений? Нет, я не понимаю. Зачем мне жениться? Мам! Мы с твоим отцом прожили 30 лет. Я до сих пор храню его письма. Знаю. Вы любили друг друга. Просто отцу повезло, что он встретил именно тебя. Мам, дорогая, послушай. Мамуля, поверь, сейчас таких женщин, как ты, нет просто в природе. Ну, ей-богу, я тебя так люблю. Ты у меня самая лучшая. Только не начинай, пожалуйста. Не говори глупостей. Понимаешь? Ты просто не знаешь женщин. Я? В том-то вся беда, что я их слишком хорошо знаю. Я каждый день их вижу. Но только не снаружи, а изнутри. Поверь мне, это не очень приятное зрелище. Ну, балда. Не правда ли, отправляясь на выставку, все мы хотим убедиться, что художники по-прежнему оторваны от реальной жизни. И нам это почему-то нравится. А вот это? Вот это ничего, кстати. Тебе нравится? Да, очень. Все-таки как живописно. Очень красиво. По-моему, это Тайсон в красных трусах. Слева это Костя Цзю. Да нет, ребята, это ваш тренер-спомощник. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Это очень известный футболист. Хороший бокс. Том, посмотри. Ну, посмотри на это. Ну, что это, а? Ну, мне нравится. Тебе нравится? Мы бы хотели купить. Да, девушка, скажите, пожалуйста. Да нет. Очень красиво. Вот. Слишком, слишком. Здравствуйте. Здрасте. Надо же, как мир тесен. Мама, позволь тебе представить, главный редактор Степан Игнатьич. Здравствуйте. Ольга Николаевна, редактор. Здравствуйте. Моя мама, София Павлова. Очень приятно. А простите меня за любопытство, у вас уже сложилось мнение о книге. Мама. Понимаете, я еще до конца не прочитала, и поэтому такого четкого представления у меня нет. Понятно. Понятно. Я уверяю вас, что книга вашего сына станет просто хитом. Уж поверьте мне. Как вам выставка? Потрясающе. Я получила такое удовольствие. Давно такого не было. Просто на душе праздник. Вы знаете, мне здесь ужасно нравится. Да. Ну да. Вы уж нас просите с Ольгой Николаевной. Нам нужно идти. Дела. Счастливо. Очень, очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо, мне тоже. До свидания. Какая милая женщина. Мама, тебе показалось? Нет, мне не показалось. Именно вот такая у тебя должна быть жена. Мама, перестань. Прошу. А куда мы едем? А это сюрприз. Ой, господи. Хорошо живет твой приятель. Красиво, как в сказке. Да. Представляю, как здорово здесь весной или летом. Ты знаешь, а мы с тобой сюда еще вернемся. Правда? Правда, 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 правда. Ну, когда я тебя обманывал? Никогда. Ну, почти. Пойдем. Степа, у меня к тебе разговор. Ну? Ко мне вчера приходил один старичок и принес эссе. Ну, совершенно очаровательно. Ну, ты понимаешь, что это не рентабельно? Ну, подожди. Ну, ты понимаешь, что это как раз похоже на то, что принято называть литературой. Оля, ценители подобной литературы раз-два я обчелся. Ну, я ж не богатенья, правильно? Я ж не могу нести убытки. Оль. Оленька, солнышко. Нет, ну давай я прочитаю. Если он так хорош, мы даже с тобой выпустим три тысячи. Ну, как пробник. Правда? Да. Слушай, ты... Ты мне лучше скажи. А как там этот твой хирург? Ты уже начала работать? Ну, до конца я еще не прочитала. Ну, понимаешь, он очень низкого мнения о женщинах. Ну, это видно почти в каждой строчке. Так это может быть наоборот фишкой? Оль. Не знаю, не уверена. Ты пойми, но ты не художка, правильно? Ну, да. Так что ты давай, ты и причеши по верхам, и на верстку. Тем более, что касается Соколова, то я слышал, что там была какая-то некрасивая история с одной барышней. Не удивлюсь. Он очень неприятный тип. Ты представляешь, мы с ним еще и живем на соседних улицах. Да ну? Ну, я когда договор оформляла, записывала его адрес. Слушай, давай откажемся от его книги, а? Оль. Оль, нет, вот ты, ты с ума сошла? Ты понимаешь, что я уже дал рекламу? Оленька, ну солнышко мое, ну, ты же у меня умница. Ольгуня, давай ты справишься, а я, а я тебе подарок приготовил. Подарок? Да. Какой? Прошу. А что это? Это купальник. Купальник? К чему? А вот это — сюрприз. А, да, да. Смотри, как красиво. Купальник. Смотри, как красиво. Купальник. Купальник. Так, так, так. Плываем, подплываем. Плываем. Да. Купальник. 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Мила. Хорошо. Хорошо, сейчас буду. Оль, тут недалеко метро. Или поймай частника, а? Пол двенадцатого ночи? Ну, вызови такси. Мила раньше вернулась. Ну, ты ж понимаешь. Понимаешь? Понимаю. Солнышко, дружок, ну… Ну, я тебе обещаю, ну, мы с тобой скоро такую праздник устроим, а? Угу. Я к тебе загляну завтра… Маша, дочь Ольге, юный гуманитарий, двоечник и прогульщик. Успешно осваивает науку управления своим приятелем Лешей, любителем собак. А какую собаку ты хочешь? Большую. Сторожевую. Спятел, что ли? Да они же злые. Они классные. Ты что? Не знаю, что там классного. А если бы я выбирала, то только маленькую. Шавку, что ли? Сам ты шавка. Ну, ладно. Давай завтра пойдем в парк собак смотреть. Когда? Когда хочешь. После третьего урока. Свиденька. Давай. Давай, пока. Пока. Мам, ты чего? Да так, тетя Ира сказала, мне надо имидж сменить. Давно пора. Ты почему не в школе? А у нас физичка заболела. У вас вечно то одно, то другое. Да не волнуйся ты так. Мне Лешка с физикой поможет. Какой Лешка? Лешка? Ну, это Лешка. Он уже второй месяц за мной бегает. Слушай, а пойдем на каток? Ну, пойдем. Это новый курс. Для вас идем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Может, пойдемте погуляем? Нет, нет. Осторожно. Незаурядный талант редактора позволил Ольге постепенно распознать по рукописи хирурга, подающего надежду мыслителя. Сам же мыслитель наслаждался домашним уютом и обществом бдительной подруги. Ой-ой-ой, только, пожалуйста, не надо, не бери. Давай хоть один вечер проведем для звонков, а? Владимир Андреевич? Да. Добрый вечер. Добрый. Это Ольга Николаевна. Да, я уже понял. Я считаю, что нам нужно встретиться. У меня все ряд замечаний по тексту. Что, все так плохо? Ну, не все и не так плохо. Но кое-что нужно доработать. Хорошо. Ну, давайте я вам перезвоню. Мы подумаем, как нам встретиться. Договорились. Ну, и кто звонил? Позвольте спросить. Мой редактор. А, редактор. Ну, и что сказала эта курица? Ну, перестань, она совсем не курица. А, она совсем не курица. Лёлька! Это тебе. А что это такое? Это платье. Платье? Да. Господи, зачем мне платье? Скоро же Новый год. А тебе выйти не в чем. Так, а мы будем с Сашкой дома сидеть. И в комнате не в чем. Было бы платье. Куда выйти, мы найдем. Я же завтра в Париж лечу. Я забыла. С Вадиком, боже мой, ты такой мужчина. Я тебе сейчас расскажу. Вчера познакомилась. Только вчера я сразу поеду. Ну, ты даешь. В общем, он потрясающий. Есть, будешь? Ты что, с ума сошла? Я должна быть в форме перед поездкой. Представляешь? Раз, два, и в дамки. Ну, надо же. Господи, а как вы познакомились? Случайно. В общем, Вадик, представляешь? Молодой, красивый. В общем, супер. Вчера были в ресторане. Ой, какой он мне букет подарил. Не так, понимаешь? Это не так делается. Вот так. Мне кажется, это не мое. Это очень красиво. Ирина, женщина с пунктирным сознанием, тем не менее, была щедра и частенько дарила подруге подарки, с которыми Ольга не знала, что делать. Ну, ты там скоро? Иду. Ну, вот, наконец-то. Хоть стала на женщину похожа. Не знаю, никогда мне не нравилось ничего вызывающего ни в одежде, ни в жизни. Вообще-то тебе бы не помешало быть вызывающей. Слегка. Для разнообразия. Ты знаешь, если у моего Вадика есть друг, я вас познакомлю. Господи, это еще зачем? А ты собираешься налаживать свою личную жизнь? Или так и будешь со своим Степаном жить? Он тебе, кстати, дверь починил. Он еще не заходил. Вот я так и знал. Слушай, а почему ты все время на него нападаешь? Ты вообще забыла, что было бы со мной, если бы не Степа? И потом, сколько раз тебе говорю, у него настоящая личная драма. И я его единственная душа на жену вообще ничего не связываю. А почему же он тогда с ней живет? Из-за ребенка. Между прочим, Степа глубоко порядочный человек. Он просто не хочет травмировать детскую психику. Ле-ле-ле-ле-ле. Зря ты иронизируешься. Ладно, успокойся. Я тебе из Парижа привезу что-нибудь такое, такое, этакое. Да? И все мужики будут наши. Да? Да. Маша, Маша! Чего? Я говорю, видишь собаку? Вон ту лайку, пятнистую. Классная. Урод, чудище настоящее. Вот то, что надо. Что? А ты купил уже своей маме подарок? Нет еще. Пойдем завтра родителям подарки покупать. Я вообще-то думала, что мы собак будем выбирать. Да будем, Лешка, обязаться не будем. Только надо родителям что-то купить. Ну ладно. Все, шестой урок уже закончился. Домой пора. Мама скоро звонить будет. Зачем? Зачем? Волнуется. Как это сократить на две страницы? Да ты понимаешь, что книгу уже сверстали. Ну хорошо, хорошо, я подумаю. Можно? Ну давай обсудим вместе. Ну давай. Я не могу сказать тебе навскидку, что можно выбросить из текста. Извините, ради бога, у нас перед Новым годом настоящий сумасшедший дом. Понимаю. Вот я принес. Замечательно. Да? А, Григорий Евгеньевич. Да, конечно, прочитала. Местами стильно, но я отдала ваш текст еще одному редактору. Посмотрим, что он скажет. Григорий Евгеньевич, у меня автор в кабинете. Я вам через полчасика перезвоню, и мы с вами все подробно обсудим. Все удобно. Понимаю, переводите стрелки. Воню? Да, никому не давала его текст. Просто очень приятный человек, не могла ему сразу сказать. Понимаю. Вот те исправления, о которых вы говорили. Очень хорошо. Вы знаете, я хотела вам сказать, что есть несколько мест... Ольга, срочно! Нафиг выбрасывай эти две страницы. Степан уже разошелся. Нам нужно пленки отправлять, а у нас еще конь не валялся. Да ты что? Да! Извините. Пойдем резать нетленку. Не резать, дорогуша, а кромсать. Вот. Ну, кромсать. Да. Слушай, ну, я не знаю, что здесь сокращать. Вот, Оль, если честно, мне все равно. Тебе все равно. Постарайся сделать хоть что-нибудь. И побыстрей. Молодой человек, у вас не будет сигаретки? Нет. Курить вредно. Да. Это уж точно. Владимир Андреевич. Да. Хорошо, что вы не ушли. Я хотела сказать, есть несколько мест, я их отметила, которые я бы советовала написать четче. Знаете, а вы совсем не умеете врать. Вы о том авторе? К сожалению, да. Вы знаете, даже хотела этого, у меня не получилось, потому что сразу тембр голоса меняется, и всем все становится понятно. Так это же прекрасно. Да нет, это ужасно. Представляете, когда спрашивают в лоб о чем-то или о ком-то, я готова сквозь землю провалиться. Как вы понимаете, правда не всегда уместна. А красиво ни о чем. Я не умею. Я пойду. Куда? Да тут, в соседний отдел. А, ну ладно, тут встретимся. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Девушка, я возьму обязательно. Может быть, вам упаковать? Да, спасибо. Ну что, купила? А то, смотри. Наконец-то мама. Будет что-то яркое. Макияж, Лёшка. Великая вещь. Ну, если ты так думаешь. А ты что купила? Книгу. Компьютер для чайников. Это ты маме? Ну да. Да уж. Ну ладно, может быть. Хозяйство пригодится. Угу. Здорово, что мы сегодня пошли западаться. Да, ты права. Нет, ну какой урод этот Ватик. Да тут случилось. Он не просто урод, он, ты понимаешь? Ну, успокойся, ну не плачь, ну не переживай это так. Лёля, это что-то было. Ну не переживай это так. Ну что случилось? Ну что, мой бывший козёл? Ну это, это же просто... Серь пирожок, успокойся. Да не качай пирожок. Ешь, говорю, ешь. Расскажи, что произошло, что случилось? Он меня бросил. В Париже. Просыпаюсь. В пустой постели. Кошмар. Ужас какой-то. Ужас был, когда он не заплатил за номер. Кстати, хватило этого козла в Париж за свой счёт. Да ты что? Не расстраивайся. Такая красивая. Почему это со мной происходит? Почему? Всё будет хорошо. Лёля, спой, а? Ну что, прямо сейчас? Да, хочу послушать. Ну, хорошо. Спой мою любимую. Легче станет. Думаешь? Давай. Давай. Нас с тобой уже ничто не разлучит. Позади пора печали и обид. Впереди покой счастливых долгих лет. Где разлуки и печали места нет. Что случилось, что случилось, не сбылось, так не сбылось. Что забылось, что забылось, мы отныне никогда не будем брось. Слишком долгую разлуку испытать пришлось. Снег кружится безмятежно и легко. Ты коснись моей руки, своей рукой. Тишиной усталый город так кружок. Час настанет и его охватит сон. Я хочу шагнуть с тобою в мир, где тихо бродят сны. Где надеждой и покоем мы с тобою будем соединены. В ожидании далёкой, как звезда весны. Нас с тобой уже ничто не разлучит. Пусть моя ладонь в руке твоей лежит. Снег покроет бесконечно долгий след. Расставанием больше места в жизни нет. Что случилось, то случилось, не сбылось, так не сбылось. Что забылось, то забылось, мы отныне никогда не будем брось. Слишком долгую разлуку испытать, увы, пришлось. Надеемся, и вы осудили коварного Вадика. А наш хирург судорожно выбирал галстук, чтобы никто не мог заподозрить, что он не писатель. Ну, погоди, может быть, вот этот? Ну, ты что, смеёшься? На кого я буду похож? Мама! Мне показалось, что это будет оригинально. Оригинально? Дан, скажи-ка ты ей что-нибудь. Вот умница. У нас с Даном одинаковый вкус. Подожди, вот это может быть. Подожди. Ну вот, это хорошо. Посмотри. Отлично. Лёля, ты что, работаешь с Соколовым? Да. Что? С тем самым Соколовым? Ну да. С пластическим хирургом? Да, да, да. Слушай, ты должна мне устроить встречу с ним. Это вопрос жизни и смерти. Я тебя умоляю. Пожалуйста, познакомь меня с ним. Да ты с ума сошла. Каким образом? Ну, ну ты же, Майлыша. Ты что? Ты что? Ты отказываешь лучшей подруге? Что? Ира, ну я не в таких отношениях. Ну, Ира. Я тебя прошу. Ну, хорошо. Хорошо. У нас сегодня презентация. Приходи, я что-нибудь придумаю. Я тебя обожаю. Целую. Пока. Скажи, а Лариса едет? Лариса нет. Она сегодня занята. Погоди. Ты опять будешь один? Ну что, один. Как всегда, один. Я побежал, мамуль, опаздываю. Ольге было проще. Еще в школе она знала, что подлинная красота светится изнутри. Что-то, говорит, не прочитала. Да, мой мой. В общем, да, это очень симпатично. Красиво сделано. Мне вообще все очень понравилось. Спасибо. Спасибо вам. Без вас книга бы не удалась. Я ей помогу. Пойдем, отойдем туда. К вам? Собираюсь. Но сейчас не могу. А вообще, с удовольствием. С удовольствием. Если же такие же очаровательные, как у вас, то без проблем. Будьте любезны, дайте автограф, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Да. А вы не считаете, что мне нужно что-то исправить? Не считаю. Вы и без того молоды и очаровательны. Спасибо. Скажите, у вас вообще очень большие? Ну, для женщин очень большие. Но вам мы сделаем исключение. Сейчас расскажу еще один. Приходит мужик, пьяный домой. Вот это мужик. Это я понимаю. Мужик как мужик. Что такое моя красота по сравнению с вашей молодостью? Ну, не каждый автор дарит мне цветы. Вот, я говорю, есть в нем что-то такое. Что? Ну, это, в общем, есть. Так что ты там говорил? Я сейчас анекдоты рассказывал. Приходит мужик, пьяный домой. Там совершенно обнаженная теща. Сейчас. Теща? Теща? Ну, что ж, коллега, поздравляю. Оперируйте вы чуть лучше меня, а вот книги пишете гораздо лучше. Поскольку я не пишу вовсе. Спасибо. Спасибо. Владимир Андреевич, здравствуйте. Журнал «Известные лица». Вопрос. Сейчас многие публичные люди издают книги. Ни для кого не секрет, что за них эти книги пишут совершенно другие люди. Например, их редактор. Скажите честно, кто за вас писал? Извините, Михаил, пойдемте, я вам все подробно объясню. Владимир Андреевич. Извините, извините. Вы знаете, доктор, у меня такие проблемы, такие проблемы, а у вас очередь на год вперед. Еще один подобный инцидент, и наше издательство подает на вас суд. Да, да, конечно. Конечно. Послезавтра. В три. Вам все понятно. Замечательно. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Что случилось? Пойдемте, выпьем кофе, я вам все объясню. Хорошо, пойдемте. Оля, а ты куда? Я скоро вернусь. Ну и что за пожар случился? Вы знаете, дело в том, что у меня есть большая проблема. Я надеюсь, что вы мне поможете ее разрешить. Я? Ну, что за проблема? Я совершенно не умею делать подарки. Пожалуйста. Из-за этого вы меня увели. Я прошу вас, прошу вас, не сердитесь, ради бога. Я действительно не знаю, что подарить моей маме. Да, ваша мама очень приятный человек. Она удивительная. Дело в том, что, вы знаете, она до сих пор читает сказки. Что вы говорите? Она любит Диккенса. Прекрасный выбор. Я думаю, она верит в искренние чувства. Совершенно верно. Впрочем, так же, как и мой отец. Он тоже был романтиком? Еще каким. В детстве я его называл последним рыцарем планеты. Да, он из семьи военных, сам тоже офицер. А мама, знаете, она до сих пор переживает, что, ну, единственный сын, и, нарушив династию, стал хирургом, да еще пластическим. Да, не лучший выбор. Да. Огромное спасибо вам за то, что избавили меня от этого типа. Ага. Очень неприятно. Очень, да. Я с вами согласна. Извините. Алло. Степа. Да, скоро иду. Владимир долго говорил о маме и папе, хотя, согласимся, мы ждали от него совсем другого. До свидания. Всего доброго. А я заметила, у меня как поезд этих кормов, сразу на кабинет писает. Ой, нет. Иди, пожалуйста, а как зовут вашу собаку? Джек. Хороший пес. Да, хороший. Классно. Алло. Маша. Да, мам. Ты где? В школе. Где Шуща? Это я в школе. Ну-ка быстро домой. Маша. Да, смотри. Все, Лешка, накрылась моя собака. Подожди, почему? Что случилось? Ну все, кубсики. Домой. Ну что, позвоним Ольге Николаевне. Знаешь что, пойдем-ка лучше гулять. Вперед. Дан-дан-дан, мы сегодня в парк не идем. Пошли. У нас сегодня другие планы. Пойдем-пойдем. Пойдем. Да как ты вообще до такого додумалась? Мария Тихоновна отчитывала меня как девчонку. Вот будет у тебя двойка в четверть. Да не будет у меня двойки в четверть. Ты видишь такое. Ну ты же знаешь. Я же чисто гуманитария. Гуманитария она. У тебя ни грамма ответственности, ни кабли дисциплины. Мам, ну перестань. А пойдем кафе? Очень педагогичное решение. Ну какой двоечник не прогуливал уроки? Ведь физика не самое главное в жизни. Ну ладно, пойдем. Пой. Добрый день. Добрый день. Моя дочь Маша. Очень приятная барышня. Да. А он меня не укусит? Да нет, конечно. А как его зовут? Дан. Дан, поздоровайся. Дай лапу. Ну дай, дай, дай. Вот умница. А мне мама про вас много что рассказывала о Маше. Интересно, это что? То, что вы писатель. Ну, в некотором роде, да. А подпишите мне книгу, Маша. С удовольствием, но у меня нет с собой экземпляра. А у нас дома есть. Пойдемте к нам. Пойдемте. Маша своим природным женским чутьем понимала, что хорошо бы заманить симпатичного хирурга домой, где и стены помогают тем, кто в этом нуждается. Хорошая собака. Сидеть. Ой, Маша, ну осторожнее. Ничего страшного, я сейчас починю. Нет, ну что вы, мне неудобно. Да перестаньте. У вас крестовидная отвертка есть? Какая отвертка? Нож есть. Ага, да, конечно. Несите. Родевайтесь. Спасибо. А вот и винтик. То, что нужно. Подержи. Сидеть. Хорошенький, хороший, хороший. А можно мне с ним погулять? Я не против, если мама разрешит. Но только во дворе. Пошли, Дан. Дан, гулять, гулять. Все готово? Спасибо. Принимайте работу. Проходите в гостиную, я сейчас. Ага. Вы играете на пианино? Да, я. Моя мама считала, что каждая порядочная девушка должна получить музыкальное образование. А представляете, моя тоже. Э, я... С семи лет меня отдали на скрипку. Что вы говорите? Серьезно, вы играете на скрипке? О нет, боже упаси, я оказался совершенно безнадежен. А вы часто играете? Да нет, под настроение скорее. А это Машин отец, можно? Да. Он ушел от нас. Все, как вы писали в своей книге. К молодой, красивой. Простили его? А мне не за что его прощать. Он же не виноват в том, что полюбит другую. Вы действительно не от мира села. Ну что, давайте... Пить чай. Давайте. Благодарю. Присаживайтесь. Вот сюда вам здесь будет удобно. Спасибо большое. Угощайтесь печеньем. Благодарю вас. Присаживание замечательное. Но пора, наконец, от рассказов о маме и папе перейти к более волнующим признаниям. Слушайте, ну это какое-то дежавю. Меня не так давно мама угощала точно таким же чаем. Это японская айва. Я знаю. Скажите, вы давно занимаетесь редактурой? Пять лет. Когда Маша и папа ушел, я ведь не работала. Сначала с Машкой сидела. Потом вообще домом понравилось заниматься. Ну а потом осталась со своим филфаком без стажа. Представляете, даже в школу брать не хотели. Ну а я с горе и написала женский роман. Решила выплюснуть все, что накопилось в душе. Отправила в издательство. Степан прочитал, сказал нет. Я написала еще раз. Опять нет. Ну а потом он сам позвонил и предложил прочитать, правда, уже чужую рукопись. А я читала и начинала непозвольно править. А ему понравилась моя работа. Так я стала редактором. Вообще, вы знаете, я ему очень благодарна. Никто не понимал меня так, как он. Вот вам знакомые чувства, когда вы с человеком на одной волне. С недавних пор. Ну, тогда вы меня понимаете. Я надеюсь. Дан, иди ко мне. Да иди ко мне, прыгай. Прыгай. Дан, иди сюда. Иди сюда. Ну вот, молодец. Ну что, нам пора. Жалко, мы так классно играли. Ваша собака просто супер. А хотите? Хотите, если вам интересно. У нас послезавтра выставка. Приходите. Обязательно придем. Ну что, пока. Пошли. До свидания. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Отказался делать мне липосакцию. Сказал, чтобы я не маялась дурью. Так и сказал. А потом добавил, чтобы я набрала несколько килограммов. Ты представляешь? А по-моему, очень дельный совет. Ага, еще чего. Ты помнишь, какой толстушка я была в школе? Как Колька Золотарев меня дразнил, жиро-мясо-комбинат. Всю жизнь мне. Успокойся. Вон ты здесь при чем. Ты же не из-за него начала худеть. А из-за кого? Ну ладно, бог с ним. Сколько и я буду другую клинику искать. Ира, да угомонись ты. За кого вправ? У тебя отличная фигура. Ну, пока. Пока. Здрасте. У себя сейчас? Да-да, проходите, пожалуйста. Ну, как вы? Скоро уже. А кто это? Как кто? Жена Степана Игнатьевича. Да? Да. Молодец. Ты знаешь, я была здесь недалеко, решила к тебе зайти. Хочу пригласить тебя на обед, потому что ты тут заработаешься и совсем не поешь. А у тебя язва. Да. У меня язва, а я нужно кормить регулярно. Поэтому с удовольствием принимаю твое приглашение. Он врал. Он мне все наврал. Здрасте. Зима вокруг, зима-зима. Голючим снегом замело. Голючим снегом замело. Зима. Душа единственной дорогу. И сердце больно бьет тревогу. Ему и пусто, и темно. Шар в небо голубое Отпусти и пусть летит Как нам вырваться с тобою Из плена мелочных обид Как снова очутиться Среди душевной теплоты И лету повториться Где были вместе я и ты А пока зима Прости, была я неправа И очень холодна с тобою И обернулась все зимою И нет любви одни слова Надежды тонкий ручеек Еще стремится, но морозы Сковали все мечты и грезы Былые узы разорвали Шар в небо голубое Отпусти и пусть летит Как нам вырваться с тобою Из плена мелочных обид Как снова очутиться Среди душевной теплоты Среди душевной теплоты Да, красота, погруженная в печаль Впечатляет нас более всего Не правда ли, собачья выставка Своеобразная ярмарка тщеславия Здесь все рассчитывают Что их питомцы Принесут им новые награды Но почетных званий Всегда меньше, чем хотелось бы Пройдитесь Пошли вперед Бегом Смотри какой Тебе нравится? Да А мне вот этот больше нравится Ой, вот он, смотри Правда, красавец? Ага Пойдем к ним Здрасте Здравствуйте Здравствуйте Дан, приветик Красивый мальчик Умница Первое место ваше? Ну, не знаю, посмотрим Дан, посмотрим Эта выставка такой класс И прям перед Новым Годом Да, немного неожиданно Они ее проводят А вы как собираетесь Встречать Новый Год? Да, как всегда Выпьем с мамой шампусика А потом я побегу К Светке на третий этаж А мама что же будет Одна встречать Новый Год? Почему же одна? С телевизором Мы будем за вас болеть Вон с того места Там просто лучи виды Хорошо Хорошо Маша Кирилл, Кирилл Подержи собаку Дан, спокойно Сидеть Что случилось? Сидеть, Дан Тихо, тихо, тихо Тихо, аккуратнее надо Ничего Да, шрам действительно большой Сейчас приедем в мою клинику Все будет нормально Не волнуйся Я его к себе возьму Потом заедешь Хорошо, хорошо Да, пойдем Шла Видно не будет Да, вперед Позвольте пройти Спасибо Извините Извините Можно? Вот Подборка к выставке Все, как вы просили Стенд Соколова уже оформлен Оль Что происходит? Не понимаю вас Оль, ты чего? Ты обиделась, что ли? Ольгунь, что ты как маленькая Ты что, мы взрослые люди Хочешь, я к тебе Вечером заеду Не получится, Машка дома Ну, раньше тебя ты не останавливала Раньше Было раньше А что поменялось? Оль Ну, что так хорошо все Мила в больнице Можно на пару дней Гульнуть Пока жена на сохранении Машка Вот в чем дело Ну Всякое бывает Случайность Ну Степан Игнатьич Я могу идти? Да Машка Где она? Бегу Оля Оль Что случилось? А 29-я палата где? А вы, наверное, мама девочки Да Не волнуйтесь, минуточку Пойдемте, я вас провожу Мы вместе с Владимиром Андреевичем Накладывали Маше шов Все у нее будет хорошо Ой, мамочка Машка Мамуля Господи, ну как ты могла Да, мамочка, да не волнуйся Ничего страшного ведь не случилось Да подумай, щупала, подскользнула Подумаешь Да я чуть эсфарт не получила Когда узнала, что ты в клинике Ну, Маш Ну, ведь со мной был дядя Володя Он знаешь, какой? Какой? Очень хорош Прям все его здесь слушаются Он мне сразу сказал Не волнуйся, шрама не будет Здравствуйте Ну что, как наши дела? Мы вам так благодарны Ну что вы, что вы, что вы Не волнуйтесь, все будет хорошо А мне долго тут быть? Солнышко, оператор я прошла хорошо Да Но денек я бы тебя еще подержал Ну дядь Володь, ну пожалуйста Ну что ж, хорошо Но только после процедур И я, конечно, бы разочек Тебя навестил Господи, ну что вы говорите? Ну конечно, но мы вам всегда рады Не ходите в любое время Ну ладно, договорились 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 Привет, Лёлька, как дела? Как Машка? Трудно сказать Болит у нее шов Срочно звони Соколову Нет, мне неудобно Подожду до завтра Что значит неудобно? Что значит подожду до завтра? Немедленно звони Хорошо, Ириша Я подумаю Подумает она Позвонит Как же курица Это тебе идет Мне все идет Володенька, собирайся Нас все ждут Лара, вообще-то я сегодня Никуда не собирался Твои друзья устраиваются Бантуй Ну при чем тут я? Ты шутишь, что ли? Володя, ну мы уже договаривались давно Чем ты занят? Переодевайся, пожалуйста Минуточку Володя, слушай Ну это уже невыносимо Что? В чем дело? Что? Ну что? Так, подожди, извини, извини Мне нужно позвонить Секунду Кому позвонить-то? Я должен перед тобой отчитываться? Ну а почему бы и нет? Алло Ольга Николаевна Да Добрый вечер Это вас Владимир беспокоит Как Маша Так грустит У ее подружки сегодня день рождения Она дома валит Понимаю Ей сейчас, конечно, волноваться нельзя Вы знаете, я сама хотела вам позвонить Зря все-таки сорвались мы с клиники Машка жалуется У нее шов болит А вы знаете, я прямо сейчас подойду Спасибо Да, хорошо Давай перейдем Что? Мне нравится Почему из-за какого-то чужого ребенка Мы должны рушить наши планы Какие наши планы? И что мы рушим? Ты собиралась идти в клуб Так можешь идти То есть без тебя? Когда я для тебя был помехой Ну ладно, Соколов Только ты сам это сказал Хорошо Я сам это сказал Ну все, я пошел Дан, гулять Привет Здрасте Мы пришли тебя проведать Что у нас с горлышком? Это так просто Понятно Красавец Как наши дела? Да вроде нормально Сейчас посмотрим Ладно, не буду вам мешать Пойду чайник поставлю Хорошо Как у нас тут Но все очень даже неплохо Не болит? Да не очень Покраснения нет Шрама не будет, как я и обещал Спасибо Все будет замечательно Да Не приставай к больному Да Ну что, как? Ну что ж, все в порядке Единственное, я советовал бы завтра Может быть, еще денек Побыть дома Чаю? Нет-нет, спасибо Мне еще с Даном Да вы же с собакой еще не гуляли Да Хороший, хороший Ну что, Дан, пойдем Пойдем гулять Попрощайся Дай лапу Пока Пока Пошли Ой Ольга Николаевна Может быть, вы с нами пойдете гулять? Да Похоже, наш герой Окончательно обдумав свою жизнь Наконец решился на отчаянный шаг И пригласил Ольгу на прогулку Вы знаете, мне очень нравится это место Раньше у родителей здесь была крохотная квартирка А потом мы переехали в новый район А у меня здесь жили бабушка, дедушка Потом мама Ну а теперь мы с Машкой Здорово А у меня, как только появилась возможность Сразу сюда перебрался А в этой школе я училась В этой? Да Да вы что Замечательно Я была такой пай-девочкой Журналиста, помните? Да Так вот он у меня невесту увел Представляете Все гости собрались у ЗАГСа Я как дурак бегаю Боже мой, я вам сочувствую Но они, правда, очень быстро расстались К чему я это говорю Ольга Николаевна А можно я Позвоню вам завтра Может быть Сходим куда-нибудь Можно Мне будет очень приятно Правда Нормальные цели Хорошие вещи Хорошие цели В чем вопрос? Не важно Да, посидите Огромная ассортимия Хочешь так? Хочешь так? Раз вверх кираж Вот тебе запустили Мне кажется Это вам очень подойдет Отлично, Сила Еще один удар судьбы И нам не обойтись без мудрого участия Ирины Имеющей богатый опыт мужского предательства Перестань реветь Ну-ка, вытри слезы Я не понимаю Не понимаю, почему он так поступил? А что тут непонятного? С тобой у него был Обычный Интеллигентский Психоз А с ней А с ней все остальное? Понимаешь, они пара И вообще Заколок птицам Не твоего полета Это только в романах А вообще-то ты права А я тоже решила начать новую жизнь Хватит уже покорять Завоевывать Пусть они меня покоряют Пусть они меня покоряют Да Да Конечно, Лариса получила обещанный подарок Но, увы Часто мы слишком поздно получаем то, о чем так долго мечтали И что бесспорно заслужили Соколов, ты человек слова Обещал подарить шубу Подарил Знаешь, это Мой прощальный подарок тебе Да что в конце концов с тобой происходит? Я не понимаю тебя Ну, а что тут понимать Все когда-нибудь заканчивается Вот и наши отношения Закончились Соколов, я потратила на тебя Два года своей жизни Ты же не думаешь Что наши отношения могут продолжаться вечно Ты же умная женщина, Лара Ты же не можешь жить иллюзиями Прости Ну, ладно-ладно, и кто она? Ну, так интересно Дела не у ней Тогда в ком или в чем? Может, я оказался неисправимым романтиком Ой, не смеши меня, ладно? Просто я хочу Вечерами встречать Женщину, которая меня любит Если ты понимаешь Смешно Ты и любовь Мне кажется, две вещи Абсолютно несовместимы Ты же не способен кого-то любить, Соколов Ты любишь только себя И свою дебильную работу Возможно Но я хочу попытаться Понимаешь? Попытайся Только потом пожалеешь Алло? Личная драма Соколова Послужила толчком К написанию книги Вот мерзавец Увы Наши враги вмешиваются В самый неподходящий момент И рушат все планы Ты И вы Здрасте Опять ты? Я Ну А вы Вы Как могли это допустить? Объясните мне Ну каким образом? Я хочу это понять Да я бы такого никогда не сделала Что вы говорите? Володенька Что? Что, Володя? Позволь мне, как другое детство Тебе сказать кое-что Скажи, я послушаю Никто не виноват, что женщины Так дрожат тобой Что готовы предать тебя При первой же возможности Так Так Сейчас ты за все Живи Ребят Что вы делаете? Давай, давай, давай Да пусти Мерзай Пусти Прекратите драку Тихо 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 Успокоился? Успокоился Горячий парень Это Соколов А ведь это ты, Степа Это с твоей подачи написана эта статья Ты специально занимаешься Грязными дрязгами Чтобы повысить интерес к книге Ну и что? А для тебя что, это откровение? Ты что, не понимаешь, что это пиар? Ну, черный или белый, какая разница? Ну, на этот раз ты зашел слишком далеко Слушай Да этот Соколов должен меньше ноги целовать А не морду бить Ты что, не понимаешь, что вся эта история Только подогреет интерес к его книге? Кстати Я уже заказал доп. тираж Прощай, я увольняюсь А Ирина всегда готова к поворотам судьбы Зачастую совершенно неожиданным И поэтому, согласитесь, особенно приятно Привет Слушай, дай-ка я тебя Колька? Золотаревна? Да, я на тебя посмотрю Слушай, что же ты с собой сделала-то, а? Коля, а ты откуда? Откуда? Да я здесь, в Питере уже Год живу Да ты что? Нет, ты мне скажи, что ты с собой сделала, а? А что такое я с собой сделала? Какая паузка была? Когда это? Когда? В школе! В школе! Ведь я же с ума по тебе сходил Ах ты моя рода! Что ж ты молчал? Ну вот стеснялся Двадцать лет Поехали! Поехали обедать! Поехали! Буду твою красоту по частям восстанавливать А то тебя уже ветром сдувает Садись! Володька В новогоднем обращении к сыну Мудрая мама объяснила нашему хирургу Что такое хорошо и что такое плохо Возвращайся к Ларисе Ой, мам, ну Ты что, сейчас шутишь? Любовь и ты Это две вещи несовместные Если ты доверяешь И любишь женщину То не должен верить Каждому проходимцу Я там был совершенно посторонним Конечно Тебе так удобно было думать А любовь Это большой труд Мамочка, какое у тебя красивое платье Правда? Тебе нравится? Да, очень Это мне тетя Ира подарила У тебя очень прическа стильная Спасибо Ну а теперь подарки Доча, поздравляю тебя с Новым годом Ой, спасибо Какой прикольный Дед Мороз угадал? Да Прямо то, что я и хотела Я рада А вот и мой подарок Что это? Это для вечернего макияжа Как раз к твоему платью подойдет Спасибо Очень нужная вещь А самое главное Вовремя ты мне ее подарила А у меня для тебя еще один подарок Годовая подписка на твой любимый журнал Ой, мамочка Спасибо Супер Что, с Новым годом? Ура Ура Маша Иди Я ненадолго, правда Хорошо Скоро вернусь Хорошо, хорошо Да С Новым годом! С новым счастьем! И тебе с Новым годом Ну что, все плачешь? Машка уже удрала? Опять одна Ира Ну ладно Ладно Давай, приезжай к нам У нас тут здорово Колька шлет тебе привет Какой Колька? Золотарев Да ты что? Откуда он взялся? Нашел меня Специально Все Бросали слезы И приезжай к нам Ириш, ну Я хочу побудьте одна С ума сошла? В Новый год? Ну, выйди хотя бы на улицу К народу Ну, сделай что-нибудь Этакое Надень лыжи Ролики Ну, начни новую жизнь Ролики зимой Да А что? Хотя Все, все Бросаю лить слезы Начинаю новую жизнь Начинаю новую жизнь Начинаю новую жизнь Не знаем уж почему Но Ольга последовала совету подруги И вышла навстречу новой жизни Добрый вечер Пустите Подождите Вы? Что вы тут делаете? Начинаю новую жизнь Я тоже Давайте попробуем вместе Давайте попробуем вместе Субтитры создавал DimaTorzok Рано говорить Что все осталось позади Рано Счет потерянным Годам вести Может быть Тебя вкругом Продолжение следует...